У нас Простоквашина, свои мотивы! Настоящий деревенский детектив с любимыми героями Простоквашина смело врывается в топ новогодних спектаклей. Это продолжение известной истории в формате мюзикла на сцене Краевого музтеатра. 17 декабря персонажи деревни Простоквашина будут хитроумно и весело бороться с зловредной захватчицей. Победят ли добро и дружба? И что значит в наше время взаимопонимание и поддержка? На эти и другие вопросы ответит спектакль режиссера-постановщика Татьяны Столбовской. Этой зимой мы приглашаем наших юных зрителей и их родителей на замечательную сказку, на новые приключения в Простоквашино. Она обязательно подарит новогоднее веселое настроение. Конечно, там есть мораль, конечно, там есть интрига и, конечно, такое прекрасное детское озорство благодаря знакомым персонажам Эдуарда Успенского. А вот молодежный театр порадует сказкой Андерсона «Огниво». Сюжет про солдата, который встретил в лесу ведьму, и она отправила его за старым «Огниво», сохранен, но немного адаптирован и рассказан в жанре мюзикла. Над этой постановкой работает приглашенный режиссер Александр Лебедев. Это замечательная совершенно музыка, жизнеутверждающая, мелодизированная, понятная детям, музыка ложится на ухо взрослым. Композитор Олег Михайлов. Ну что, добро победит зло в этой сказке. Все как положено. То есть никаких альтернативных трактовок сказки нет. В репертуаре будут и другие представления. Золушка, Карликнос, Василиса, Гуси-Лебеди. А вот в театре «Кукол-сказка» новогодний спектакль расскажет историю друзей – свиньи, быка, овцы и гуся. Вместе они решили перезимовать в домике в лесу. Правда, на это жилище имеют планы и лесные хищники. Кто победит, конечно же, добрые герои. Новогодние праздники насыщенные. Классика обязательно будет. Это «Морозка» и «Снежная почта». Все давно уже полюбившиеся спектакли нашим барнаульским зрителям. Поэтому без классики и без этих спектаклей не проходит у нас новогодняя кампания. Ждем всех зрителей. Всего в новогоднюю кампанию театр «Кукол-сказка» покажет больше 80 спектаклей. И это лидер своеобразного творческого праздничного марафона в крае. Кроме премьерного представления «Зимой без зверей», зрители также увидят любимые новогодние истории. Постановки для детей в театрах начнутся в эти выходные и продлятся до конца новогодних каникул. Мария Мацаева, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком.